Приветствуем вас уважаемые телезрители в эфире программа гости в студии меня зовут Игорь Воронов и сегодня у нас интересный гость в студии это человек который внес большой вклад как в радиослужение так и вклад вот в Россию в плане миссионерства ну и вообще даже вот вклад в нашу иммиграцию которая здесь находится в Соединенных Штатах Америки человек который возглавлял некоторые организации серьезные в этом городе человек который активно участвует в жизни нашей комьюнити в Соединенных Штатах Америки и так хочу вам представить сегодняшнего нашего гостя это президент миссии слова к России Михаил Данилович Локтев Михаил Данилович мы приветствуем нас в нашем радио эфире очень рада вас видеть в таким вот хорошем улыбающемся и меня иногда осуждают что я очень много улыбаюсь когда бывает возможность быть проповедовать в церкви то некоторые смотрят и говорят почему ты всегда улыбаешься как бы осуждение я говорю потому что я чувствую что я благословен и Господь дает радость глубокую радость в душе и она отражается на лице на улыбке на внешности ну опять же это наша ментальность вот я называю наших людей советскими советикусами потому что мы как-то но больше прошли испытаний и поэтому какой-то степень вот эта жизнь тяжелая в Советском Союзе отложила свой печаток на лицах да и поэтому в большинстве своем русских вот людей советских людей можно отличить по выражению лица не всегда хмурые даже вот если какой-то происходит такое серьезное праздничное событие они все равно остаются хмурыми такими хотя может быть в душе они тоже радостные вот внешне выражены в какой-то хмурости и в таком вот каком-то ну что же я американец больше чем русский потому что давно прибыл сюда всю жизнь здесь можно сказать так что потому может быть кто-то думает у меня фальшивая улыбка на самом деле не фальшивая у меня прозвище когда был в хайскул здесь ходил приехал когда только в америку прибыли был смайли еще когда был мальчишка тоже был такой у вас улыбающееся лицо да да жизнерадостный человек ну слава Господу Михаил Данилович не все может быть знают вашу автобиографию вот хотелось бы немножко вот чтобы вы рассказали о себе вот где вы родились ну я уверен что не все потому что то что я мне заказали наша семья довольно большая семья родство написать книгу о нас о наших путешествиях и жизни мне пока еще не удалось может в будущем и потому я считаю что жизнь жизнь вообще жизнь интересная очень интересная но когда я смотрю назад на мою жизнь на мою биографию ведь я родился в Китае до сих пор много американцев когда я встречаю в ресторане или где откуда ты замечается чуть-чуть акцент говорит хотя у меня на английском почти акцента нету я говорю китайский а не ха 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 я родился в Китае папа мама вынуждены были перебежать китайскую границу какие годы были это тридцатые тридцать первый тридцать второй у них была мельница в Казахстане в Чилике и ну пришла коллективизация в Казахстан и также решили забрать имущество людей которые богатые хотя семья была не богатая несколько коров несколько лошадей ну и семья дружная и забрали имущество как кулаки и пришлось вынужденная семья была бежать ну первое самая близкая граница это конечно Китай хотя через этот тиншанский хребет довольно трудно но перебежали на лошадях это ваши родственники родители родители да и старший брат старшая сестра а мы уже остальные родились в Китае вы родились в каком году в каком городе в тридцать седьмом году город Кульджа в Китае так что в сорок седьмом году через вот мы выехали стали направляться с Кульджи в Шанхай потом революция в Китае только прижились как говорится то есть царили свое имущество дом папа мама братья их мои тети дяди там поселение у нас Кульджа Чайна Кульджа Китай сейчас по-моему этот город переименовали как обычно много вы не были там думаю поехать думаю совершить а там была большая комьюнити русские в основном да там очень много было русских а кто это за люди вот можете вы сказать это были вот белое офицерство или это вот были именно такие нет белое офицерство в основном было в другой части Китая ну то есть были они тоже да это там Мюнхен там культура была а наш городок небольшой и там поселенцы в основном были простые люди которые беженцы бежали и Китай принял нас довольно радушно ну потому что работящие люди крестьяне знают крестьянский труд и интересно что там напоминает мне немного когда стали эмиграции приезжать сюда то есть тоже образовывались какие то ваши там такие комьюнити сразу же церкви конечно православная церковь а также баптистская пятидесятники субботники то есть все было так же как и здесь так же как здесь хотя население конечно не было такое большое как здесь сейчас а сколько примерно было в регионе Сакраменто я даже не могу сказать но я знаю что мы ходили в церковь школы образовались и русскоязычные вместе конечно должны были учить китайский язык помню как нас учили в школе китайский патриотический гимн для того чтобы потому что какой то губернатор решил посетить нашу колонию и там нужно чтобы мы ребятишки спели китайский патриотический гимн это при Чанкайшек конечно а потом революция произошла и помню приблизительно такое же было на филипинских островах где мы оказались потом уже позже когда бежали из Китая как русские беженцы нас поселили временно на филипинских островах удивительно там тоже значит Америка в тому времени уже начала немного распознавать что несмотря что они были коллеги с Россией во время мировой войны второй стали подозревать друг друга в первой стадии была можно сказать холодная война это начало начало ее но уже в то время Америка очень смотрела с большим скептицизмом даже с опасностью на переселение переселенцев русскоязычных в Америку а почему все шпионы подозревшие не все не все шпионы но обязательно будут так как и при настоящей ну да это всегда всегда была большая группа людей то и потому пробил как бы сказать разрешение некоторый здесь сенатор с Калифорнии Нолан его было звать и вот помню как так вот на Филиппинах тоже церкви школы организовали быстро русский язык изучали мы ребятишки ну а практически это вся комьюнити которая Китая была она что вся сорвалась с места вот испугалась вот этих этой революции китайские и все поехали на Филиппины или как ну как испугались почему именно вот такой испуг произошел это не испуг это после революции новый китайский вождь Мао Цитунг сказал что такое поощрение дал что мы будем делать переобразование нашего народа так что миссионеры если есть такие или жители в Китае пожалуйста возвращайтесь в свою страну в Россию для многих или в любую страну куда вас примут мы конечно так как большинство людей которые жили там уже пережили кое-что от коммунистов решили что та пропаганда актуальна была среди вас актуальная пропаганда показывали фильмы в школах как хорошо живется в России да при Сталине возвращайтесь возвращайтесь пожалуйста возвращайтесь здесь открывает такая красивая женщина один кран течет молоко другой кран мед что правда прямо вот такая пропаганда ничего себе многие вернулись а вот были слухи как вот они люди которые вернулись что с ними стало вернулись их сразу взяли и концлагеря рабочие особенно если это Казахстан то там как раз разрабатывались большие проекты вот именно орошение земель и и так что они оказались рабами сразу рабами потом уже вот когда это вторая эмиграция или третья уже и например мы возвращались после того как пала железная занавесь то мы говорили с людьми то есть мы могли посетить людей даже дальних родственников которые решили в те времена перебежать обратно перейти обратно в Россию ну а наши особенно евангельские верующие то они решили что нет возвращаться мы не будем возвращаться что бы то ни стало достигнем Шанхая и таким образом на запад или в Австралию или в Америку предпочитали и все таки нам этот долгий путь потому что на лошадях на авто как раз революция там много китайцев переезжали бежали с одного города в другой и очень трудный путь был в конце концов миссионерская организация International Refugee Organization смеловалась это наша группа ты сказал спросил если вся группа нет далеко не все кто-то уехал это родственники у нас минимум сотни человек но сотни очень много которые оказались странниками по Китаю большая история и вот так вот каким-то таким караваном на тележках ехали с такими с сундуками с одеждой перемещались по странам когда я смотрю фильм Fiddler on the roof скрипач на крыше это фильм вспоминается а что-то есть в памяти что-то отложилось у вас? отложилось очень много конечно знаменательный такой момент для моей личной жизни так как папа и мама были верующие и всегда доверяли Богу но я еще сомневался ну 10-летний парень ходил в воскресную школу пел рассказывал стихи в церкви но в одном месте мы оказались изолированы ночью ночью звезд не было луны не было и в конце концов лошади остановились и несмотря на то что их как-то били поощряли чтобы они шли они остановились как вкопанные ну ничего не видно было думали что мы на тропе едем наша брычка еще сзади была тележка несколько гуськом так ехали и оказалось вдруг фонарь видим пришел китаец что вы здесь делаете вы на обрыве ой вы на обрыве ложитесь не трогайте лошади умнее вас ага если бы были на автомобиле вы не почувствовали бы да и действительно вылеглись при фонарике когда встали хорошо что это было лето то действительно место опасное даже развернуться трудно пришлось лошадей отпрягать и разворачиваться китаец пришел он обещал и он пришел он помог вам выйти и потом довел нас оказалось что миссионеры в Китае были там организовали маленькую церковь и для меня мальчика если я как-то сомневался в реальной вере папы мамы ходил в церковь ну знаешь малыши ну понятно да еще ребенок ребенок вдруг мы приходим он пригласил нас в дом такой простенький собираются другие люди и начинают петь и поют гимны которые нам знакомы на китайском и когда когда это песня мы стали как-то подключаться потому что это гимны христианские что за другом имеем такие старые гимны для меня для меня этот момент как-то очень впечатлился потому что я папа и мама верили что бог не оставит бог найдет путь когда мы ехали мы пели путь лежит мой долина смертной тени вот такие гимны очень я я так думал как мальчик что все таки на самом деле может здесь и будет наша кончина но они верили доведет меня доведет меня и вот интересно китайцы были очень добрые мы поселились в этом маленьком городке пустынном и они предложили кое-какую работу там белить немного заработать и здесь какой-то миссионер приехал и мы связались хотя были связи уже раньше еще в Урумчи в Кульже и они говорят ну вы так вы дальше не сможете ехать мы пошлем самолет и тогда вот организация International Refuge Organization прислали самолет и нас посадили на два пропеллера и когда приземлялись уже в Шанхай месяц в тележке лошадей все продали продали и значит в Шанхай и один пропеллер мотор заглох перед тем как самолет уже окружится вокруг опять молитвы опять моления и там были люди которые уже тяжело больные вы это помните все я помню тяжело больные и предлагали выбросить и нас а больных выбросить да облегчить самолет потому что облегчить самолет а но никто не хотел господь довел нас отсюда и мы приземлились да на одном на одном двигателе да приземлились все благополучно там нас приветствовали в Шанхайе это очень огромный город и там жители русские уже были там был приют нас посадили там немного стали обучать нас английскому языку и англичанин миссионер стал заниматься с нашими с детьми и как сейчас помню он учил нас английскому и я вот почему то запомнил yesterday policeman vegetable and telephone are long words это длинные слова вчера овощи yesterday vegetable telephone длинные слова почему то мне до сих пор запомнилось это да ну после ожидания некоторого в Шанхае также здесь были свои трудности как иммиграция хлопоты выездов на запад узнали что америка берет только по особым квотам особым разрешениям ждали не дождались и в конце концов прислали большой пароход на филиппины там мы дадим палатки филиппины тоже была американской территорией да после войны второй мировой войны на филиппинах оставалась большая база американская но они как всегда все оставили там на маленьком острове полуострове Тубабао его на карте не найдешь такой маленький остров да изолирован островок он недалеко от самары большой город большой остров ну нас поселили дали нам палатки армии которая оставила все на складах все оставили пищи много склад дали нам палатки и вот мы жители россии китая вдруг в тропической климат говорят копайте траншеи хорошие потому что палатки будет ливень ну думает ну ливень дождь ну как обычно как обычно был ужасный дождь когда прошел палатки некоторые поплыли стали держаться чтобы не оказаться в океане потому что такой сильный дождь да ну тайфун как они называли и дождь сильный так что вот спросил что то я помню ну вот Филиппины да там у вас прошло какой период времени вот год год с половиной мы там были там конечно мы познакомились немного больше с культурой американской присылали фильмы но агитаторов не было опять вернуться чтобы вернулись в россию нет уже там уже там уже не было ну с нами наш камп наш лагерь это наша группа которая приехала сектантов это маленькая группа а ну просто вы так назвали эту группу это не значит что вы были сектанты понятно ну так нас называли это бакисты пятьдесятники субботники мы все вместе дружили приехали но с Шанхая из других мест к тому времени люди образованные которые преподавали русский язык английский язык в университетах в Шанхае в Китае они тоже видели что о нем нужно выезжать и многие из них это частично белогвардейцы частично люди которых которые бежали выслали в в Китай как бы сливки до коммунистического периода да периода до революции ну это можно сказать такое вот именно белая кость белое да и многие из них они они тоже решили вместе с нами и так что наш камп где-то пять тысяч человек огромный камп так что сразу поставили большие палатки церковь другая большая палатка школа ну то есть много было очень пять тысяч и больше и люди стали заниматься с нами и на английском языке они много преподавать русский язык говорят куда бы ни поехали вам свой язык нужно сохранить у вас очень хороший русский язык удивительно у нас вот сегодня многие говорят что вот как бы уже сложили все руки ну дети наши все если уже дети так плохо говорят то что говорить о внуках которые будут уже американцами ну когда приехали в Америку ну в Америку приехали то конечно посетились в Брайте здесь маленькая церковь была в Силипин вы приехали в Америку сразу сюда в этот город сразу в Брайт в Брайт да в Сакраменто сейчас называется сколько вам было лет ну мне уже тринадцать тринадцать то есть путь весь где-то год с половиной по Шанган по по Китаю блуждали и год с половиной в на Филиппинах ну вот здесь вы ну здесь приехали конечно здесь тоже нас это большая была группа людей это не очень большая группа а остальные куда они в разные места в разные места мы потерялись там бегали с девчатами мальчиками девочками в школе когда на Филиппинах в джунглях некоторые ну хорошими друзьями стали но потерялись я не знаю только те которые уехали скажем с Филиппин и не было разрешения здесь спонсорство они оказались в Южной Америке Аргентина Бразилии Парагвай Урагвай то есть было такое не в Соединенные Штаты некоторые попали некоторые в Австралию потому что все время жить на Филиппинах не окажем нельзя было это временный ну понятно в палатках там да климат и климат другой так что все поразлетелись и вот вспоминаю как нас собрали надо вот сенатор Нолан работает на что чтобы разрешение для нас в Америку дали в Сенате он работал от Калифорнии а так как с Калифорнии здесь у нас были люди знакомые в Брайте уже была одна семья с Китая с того же места которые были пионеры они двинулись первые когда возможность была и они здесь нашли спонсоров для некоторых семей для некоторых из нас мы ехали сюда одну песню там китайскому лидеру а здесь этому сенатору и такая была устроена такой праздник он прилетел на Филиппины этот сенатор когда увидел и мы пели на английском языке сенатор Ноланд you are here трала 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 там пели китайскому губернатору по-китайски а здесь по-английски хотя не соображали что мы пели кроме трала трала но интересно было и так как здесь нашли для нашей семьи спонсоров американцев опять христиан с первой баптистской церкви здесь американская была First Baptist Church на Фрунтридж сейчас они переехали в Элгров и там нашелся фермер который несмотря на то что большая семья он поручился за нас в то время никаких пособий не было еще от правительства которые например пользуются сейчас даже на какое-то определенное время тогда ничего не было мы приехали определились то есть никаких пособий не было никаких денег вам не давали нет нет абсолютно ничего сразу поступили на работу но это после войны 50-й год бум был можно сказать начинался большой бум в Америке иметь ввиду что бизнес возрастал так что работать да приехали работать можно было на фермах просто помидоры собирать такой работы очень много было на фермах в Калифорнии да там посуду мыть в конце концов папа оказался на станции railroad station железнодорожная здесь была база ну да здесь в Сакраменто была база так что постепенно устроились на такие хорошие работы чернорабочие с некоторыми льготами уже insurance и так далее молодежь интересно что те семьи мои папа мама скажем не образованы были ну они молодые совсем еще там в России но мама вообще не ходила в школу удивительно что папа сказал мы в Америке мы дадим вам образование и все мои братья кроме старшего который попал сюда ему нужно было работать уже попал сюда юношей и нужно было что-то чем-то заниматься а мы младшие все закончили университет да ну вот вы приехали в Соединенные Штаты Америки может быть давайте сделать такой перерыв о вашей дальнейшей жизни да может быть сейчас немножко так форсируем время и перейдем уже к времени вашего служения да конечно как вы попаялись как вы нашли Бог сколько вот пришли ну к Богу я пришел взрослым уже когда ходил в университет хотя я в то время уже участвовал у меня неплохой был голос я пел в церкви я рассказывал стихи участвовал в молодежном кружке там постановки и так далее маленькая церковь была в брайте но лично своей верой я не имел той веры о которой меня встряхнул там еще вот когда десяти лет в Китае забываешь жизнь течет и несмотря на то что семья папа пастырем стал здесь уже его рукоположили в брайте но я все сомневался ходил в школу учился но одно прекрасное время я обратился к Богу было такое призывное собрание кстати американский проповедник был в нашей церкви к тому времени у меня уже английский язык конечно был хороший понимал лучше и я обратился к Богу я понял что мне что если я погибну в тот момент несмотря на то что мои папа мама верующие и все родственники но я лично не знаю Бога я знаю о Боге я я знаю много золотых стишков которые звучал песен но что это это не спасет и нужна личная вера в Бога и Господа Иисуса Христа та живая вера которая руководила путеводителем была папа мамы то есть вот все таки сыграла роль в вашем подкаянии именно вера ваших родителей да да конечно вы видели как они живут что это сыграло большую роль когда мы смотрели на жизнь уже будучи студентами в университете и в школу когда проходил то вероятно было что эта группа людей сохранилась по воле Божьей для чего-то и потом мы долго искали можно сказать а для чего просто жить поживать добра наживать я там был полю полюбку пил полусан тепло в рот не попадало да но вот что у нас есть задача и уже в те времена пятидесятые шестидесятые годы от нашей церкви мой дядя Михаил Локтев организовал радиостудию для того чтобы не только петь себе но окружаемым здесь было русское население небольшое потому что россияне пройти больше ста лет еще на пароходах приехали здесь форт русский форт а потом рыбаки приехали сюда через Аляску здесь была ну как бы фабрика приготовления рыбы салмана это красная рыба и очень много русских рабочих с Сан-Франциско переехали сюда так что здесь был маленький поселок русский уже тогда уже тогда значит ну а а задача стали значит заботиться здесь стали вести о том что можно радиопередачи дальневосточное радио основалось еще сорок пятом году некоторые представители приехали нам вот у вас есть таланты вы поете мы думаем достигать россию по радио на коротких волнах то что было так что в шестидесятые годы я уже участвовал можно сказать в радио на русском языке на коротких волнах этим заботился курировал мой дядя ну а потом это перешло ко мне он умер и сразу вот это служение была как миссия это было церкви это была церковь а миссия словок россия организовалась в Bay Area в 72 году в Сан-Франциско да там также были церкви там организовалась и уже там одна из станций дальневосточного радио KGEI так она называлась которая была в Монтебелло кажется и они посылали значит благую весть программы делали на испанском языке и отсюда посылали транслировали правильный термин и также на Россию а потом открыли на филипинских островах и мои хорошие друзья поехали туда передачу поставили на филипинских а здесь тоже был передатчик и здесь миссия организовалась и для того чтобы приобрести ну талантливых людей у нас действительно в Брайте всегда была очень музыкальная церковь до сих пор и сейчас это вот та маленькая церковь которая в Брайте она была в то время да с того времени ооо легендарная церковь да да надо может быть музей какой-то там уже сделать православная церковь которая там на углу с которой мы очень дружили вместе встречали новый год часто конечно без водки не ну понятно да но они приходили участвовали в наших программах и здесь же благодаря православной церкви и образованным людям белогвардейцы которые сюда приехали очень давно через Мексику через Европу образованные люди они пришли в нашу церковь практически говорят у вас ребятишки вам надо изучать русский язык у нас наша группа преподавателей не было это люди были необразованные фермеры рабочие они говорят если вы согласны мы готовы открыть школу образовательную школу русского языка у вас в церкви и как сейчас помню Михаил Михайлович Борис Николаевич очень добрые люди организовали школу русского языка в Брайте вот Бог дал им мудрости могли бы сказать зачем им русский язык в Америке им в России делать нечего но очень интересно что уже в то время например мой папа уже они видели что так как мы все таки русские и что Бог сделал великие чудеса прохвести нас через такой путь и посадить здесь что мы имеем какую-то роль и потому когда возможность например появилась то мы с радостью участвовали так организовалась миссия слов к России в 72 году газета наши дни тоже в Брайте в нашей же церкви объединение но основные работники в Одневске там мой папа работал Кузьминков все Брайтская церковь Брайтская церковь в объединении в то время хоть несмотря на то что небольшая была на все церкви были маленькие но я бы сказал лидирующая именно в миссионерской желании деятельности на обратно на Советский Союз и также в музыке в творческом у нас был художник Карин знаменитый довольно художник в Брайте у нас появились поэты недалеко жила Вера Кушнир приезжали часто и так какие годы были чтобы мы представляли себе возраст ваш 70-е это 70-е все молодые были да 65-е 65-е год я уже преподавал в high school закончил школу и преподавал high school английский язык учителем были да английский язык и художество то есть вы художник еще еще и художник у вас есть свои картины есть есть свои картины где-то на чердаке на полке ну нашим телезрителям будет интересно увидеть ваши картины может быть мы их достанем а может быть если будет возможность еще можем выкопать и снять с чердака я на время серьезно занимался художеством это перед тем как было ко мне лично призвание выйти вот на миссионерскую деятельность по радио через миссию вы не жалеете может быть у вас таланты умер художник великий художника очень много так как писателей много поэтому еще больше нет я не жалею сейчас конечно сейчас конечно я так как я более ну свободен в возрасте 73-летнем прожив 50 лет с одной супругой с одной женщиной я очень благодарен Богу за все возможности которые он даровал и сейчас как-то начинает желание может быть вернуться вернуться к тому чтобы писать картины и написать хотя бы краткий для последующего поколения описание нашей нашей эмиграции то есть старые мемуары кстати это было замечательно я думаю а вы вели какие-то дневники было у вас желание вести дневники интересно что как-то наша эмиграция несмотря на то что вот мы желали вещать благую весть на Россию на Украину а так чтобы вести дневники не было этого кроме например ну писатель скажем я думаю что Водневский Николай Александрович может вёл дневник с того времени как он с Германией ну он писал он был писателем поэтому есть у нас не параллельно мы через Китай они через Европу переехали но мы здесь можно сказать начатки вот тех того служения медиа но сами как-то не было у нас таких людей которые заинтересованы были записывать и на удивление нам когда приехала эмиграция все с камерами все с фотоаппаратами а потом уже уже фильмы диджитал и на каждой свадьбе на каждом празднике все фотографируют у нас просто этого обычая не было это удивительно поэтому не сохранилось технический прогресс и процесс конечно такой временной просто у вас время было другое другое время абсолютно мы же говорили о том что вы ехали на бричках на тележках и действительно сегодня даже подумать о том что когда-то люди могли ездить на лошадях передвигаться это уже как-то ну а на самоте уже тогда на одном егенте на одном егенте так мы сейчас Михаил Данилович сделаем перерыв небольшой так все зрители пожалуйста смотрите ну а мы вернемся к вам немножко попозже продолжение следует что я снял я я это я